Здравствуйте. Здрасьте. Так, подожди, что мне нужно? Мне нужно перекачать фотографии. Тебе нужно ответить на вопросы. Откуда вы берёте яйцо? Инкубация лунная, бролеров. Ребят, без обид. Мы не можем сказать, откуда мы берём яйцо. Это не наш секрет, так что не обессудьте. Расскажи, какие у тебя плейлисты есть? И где вообще из каких? Канал вообще ты начинал. Я при чём здесь? Я наёмный артист. Какие у меня есть плейлисты? Вы можете зайти на канал и во вкладке «Плейлисты» посмотреть, какие есть плейлисты на канале. Из того, что я помню, это бройлеры, рабочее оборудование, быт в Годунова, постройки. Ежедневник из бройлера, ежедневник Индюка. Да, строительные хитрости, много всего. Перед тем, очень большая просьба, перед тем, как задавать вопрос, просто зайдите на плейлист, посмотрите по картинкам или по названию видео. Вы с вероятностью 80% найдёте ответ на свой вопрос, посмотрев какое-то конкретное видео. Читайте комментарии, смотрите канал, видео, плейлисты. Большое количество вопросов не ново. Я особенно добавлю, на некоторые вопросы и не ответишь так просто в двух словах. Хочется показать человеку. Если вы ищете волшебную таблетку, мы её не имеем и не знаем, где её достать. Как бы мы показываем то, как делаем мы. Никого не учим ни в коем случае. Можете прислушиваться, можете что-то принять, можете нет. Нет, мы сами в поиске постоянно находимся. Поймите правильно. Чем вы кормите птиц? Кто смотрит внимательно видео, может понять, чем мы кормим птиц. Опять-таки, давать готовый рецепт мы не готовы брать на себя такую ответственность. Мы кормим вот так, предполагая, что обладаем полным перечнем информации по составу этих комбикормов. Что оказывается не совсем верным. Потому как вы сами видите по видео на нашем канале, что сегодня состав один, а завтра он может резко измениться. И вы попадёте, мягко говоря, в просаг. Так что мы никаких советов никому не даём и не очень-то жаждем давать. Поэтому вы смотрите информацию, которую мы вам на канале предоставляем. Сами анализируйте. Делайте выводы. И исходя из своих потребностей, свои схемы кормления рисуйте. Мы кормим комбикормом, как я уже сказал, могу повторить, до 21-25 дня, в зависимости от наличия корма, от настроения, от фазы луны, да. Мы, значит, кормим ПК-5. Это разный комбикорм может быть. Опять-таки, в видео мы показываем. Это может быть пурин, это может быть маркорм пятёрка. Это в будущем, возможно, премикорм. То, что мы найдём, с кем мы договоримся, кто нам поставит комбикорм, да, этот будет, вот этот комбикорм. Единственное, что, естественно, мы оглядываемся на состав и на лекарственные препараты, которые в них применяются. Но, опять-таки, во всех ПК-5 есть лекарственные препараты. Ну, говорят, что в одном каком-то и нету, но мы в это не очень верим. Вот, значит, по поводу 21-й день добавляется ПК-6. С 21-го, там, да, где-то в этом районе дня, плюс-минус. Плавно переходим. Плавно переходим, значит, убираем ПК-5. Где-то на 25-й день птица ест ПК-6. Ей ест ПК-6 в этом возрасте не нравится, неудобно, потому что крупка крупная для неё ещё. Абранулы? Это осознанное, значит, наше, так скажем, упущение в том плане, что для нас принципиальнее, как можно раньше, перейти на ПК-6. Опять-таки, ПК-6 без заявленных производителем лекарственных препаратов. Да, ещё раз, внимательно. Без заявленных производителем лекарственных препаратов. Анализ мы пока не делали. Вот. Ну, пока, я надеюсь. Значит, то, что птице не очень удобно, это, конечно, она меньше набирает, там, да, теряемый вес. Но она привыкает же быстро. Она, да, быстренько, как бы, тут уже адаптируется, ей не остаётся ничего, кроме как вот есть этот крупный корм, как ей кажется. Значит, что у нас? Получается, где-то 40, 40 с плюсом в ПК-6 добавляется зерносмесь. Зерносмесь разного состава мы экспериментируем, мы думаем, значит, над этим вопросом. В основном это пшеница, кукуруза. Сейчас я сделал, попробовал плющенное зерно, там идёт кукуруза, пшеница и чмень. Но птице не особо так, я смотрю, нравится, больше моя дроблёнка их устраивает. Мы в зерносмесь не добавляем ничего, кроме зерна, там, никаких премиксов, никаких мясокосок, рыбных мук, там, и так далее. Объясню, почему. Мясокоску делают не из маворной говядины, да, и, скажем так, сомнительное, там, по качеству белок. И если мы в последнее время, в последний вот этот промежуток времени перед забоем пытаемся птице придать хороший вкус, да, и избавить её от всяких там ненужных запахов, которые бывают от рыбной муки, допустим, да, зачем мы будем провоцировать и добавлять. Нет, она ест только зерносмесь, там, это пшеница, в основном кукуруза. В разных пропорциях мы сейчас находим какую-то вот оптимальную пропорцию для себя. Вот, 40, значит, дней добавляется в ПК-6, где-то к 45-му дню переходит просто на зерносмесь, на чистую зерносмесь. И до забоя 5-7 дней ест исключительно её. Важно здесь не переборщить со сроками, рассчитать так, чтобы птица убиралась по срокам, потому как она может немножко так жирка набрать за этот период. Вот, расти она будет, либо не будет вообще, либо будет очень плохо расти за этот промежуток времени. Потому как белка там нет, белок растительный исключительно. Нет, белок есть, просто растительный, он не такой ценный, как животный. Но, в общем, при росте она, можно сказать, остановится. Вот этот промежуток времени мы работаем на вкус, на чистоту мяса. Если в ПК-6 что-то там и производитель не договаривает, и там есть, то вот за этот промежуток времени мы себя и клиентов наших обезопасиваем. Значит, ещё такой момент, что переход на вот этой последней нашей стадии на зерносмесь птицы происходит поэтапно. То есть, я заранее отсаживаю петухов, крупных особей, которых я уже вижу в 40 дней, допустим, да, в отдельную клетку и начинаю их переводить первыми на зерносмесь. Дальше там с промежутком 1-2 дня, как я так предполагаю, когда у меня следующая будет партия убираться, там, да, количество, отсаживаться на другой ярус. Третье на третий, там, четвёртый на четвёртый, да. Не обязательно ярус клетки там, то есть, я понятно объяснил, да, что у меня три яруса клетки, но ещё есть дополнительные клетки напольные, куда я часть тоже осаживаю. Вот. И, значит, получается у меня переход немного растянут по времени, но немного. Бывает такое, что там по какой-то причине забой переносится на день, на два, и всё это время они сидят на зерносмеси. Но ещё раз говорю, можно немного перебрать по жиру. С этой птичкой. Будьте внимательны. Это особенно кукурузка. Ты знаешь, и пшеница вроде тоже, я так читаю. Я вот пока не так и не нашёл информации стопроцентной, которой могу доверять, сказать, от чего больше, от кукурузы или пшеницы. Ещё что вас интересует? Ещё знаешь, чего забыла сказать? Во-первых, да, кукуруза и все эти зерновые предзабойные дают возможность нам точно уже отсечь возможные именно лекарственные препараты, используемые в комбикормах. То есть мы не берёмся утверждать, что зерно идеально чистое и не имеет ничего. А вот именно лекарственные препараты в зерно не добавляют в любом случае. Ни коксодиостатики, ни антибиотики в продаваемом зерне присутствовать не могут. Вот от этого мы стараемся уйти. Да, но я же сказал, что ПК-6 мы используем тот, в котором производитель говорит, что их нет. Но в ПК-5 есть везде. Ну, за исключением... И очень многие в ПК-6, к сожалению, тоже, как выяснилось, есть. И в ПК-6 тоже, так что внимательно, есть уже ролик про это. И будет ещё завершающий ролик, где те комбикорма, которые в ПК-6 на данный момент по информации производителя не было, антибиотика, и в паспортах присланных он опять оказался. В свете всех ваших расследований подскажите, пожалуйста, почему вы не изготавливаете комбикорм сами? Так, ну, потому что... Вы лентяй. Да. Это требует огромного количества времени, требует складских помещений для подхранения. Это требует оборудования. Оно есть, но, опять-таки, говорю, это представляете, какие объёмы. Во-первых, ещё это требует места под боком, где вы можете все эти составляющие комбикормов приобрести, а это далеко не везде возможно сделать. Вот, опять-таки, вы упираетесь в философский вопрос, применять премиксы или нет. Понимаете? Ну, тогда зачем ваш комбикорм будет отличаться от покупного, если будете применять премиксы, в которых есть и лекарственные препараты, и ферменты, которые позволяют оптимизировать пищеварение птицы, там, да, полу расщеплять какие-то составляющие комбикормов, чтобы она их проще усваивала. Или не применять, тогда у вас будет, там, 30% корма вылетать через одно место на поддон сразу. Тут очень сложный вопрос. И, опять-таки, по трудозатратам, да, всё, возможно, всё это применить, допустим, да, взять рецепт, сделать. Но вы свои трудозатраты-то готовы посчитать, оценить, сколько тогда вы запросите за ещё плюс такую работу. Здесь просто уход за птицей занимает колоссальное количество времени. А ещё и изготовление кормов, это нужно отдельно человека, наверное, ставить. Пока мы не доросли, возможно, мы к этому придём. И, опять-таки, немаловажный вопрос, понимаете, по составу комбикорма, вот мяса козкова будет добавлять. Я понимаю, был бы смысл в свой комбикорм, допустим, если бы у нас было оборудование, которое там измельчало лапы головы, там, да, и так далее. Фарш какой-то, да. И мы могли это, там, добавлять в свой комбикорм, в своё возготовление, хорошие, качественные, там, белковую составляющую, да. Ещё в идеале зерно, которое проверено, не обработано никакими, там, этими пестицидами, там, и так далее. Ну, это пока, на данном этапе, это невозможно в нашем хозяйстве. Может быть, когда-нибудь мы придём к этому, я надеюсь, мы к этому будем стремиться. Но на данный момент, исходя из обстановки, вот, окружающей нас, мы приняли решение, что мы используем ПК-5, ПК-6 без антибиотиков и завершаем выращивание нашей птицы на зерно. За свой счёт птицу держим ещё неделю, чтобы она приобрела лучшие вкусовые качества, там, да, и обезопасила нашего потребителя. Вот в комментариях, значит, возникают такие иногда вопросы, как вырастить максимально быстро бройлера с минимальной себестоимостью, получить максимальную маржу от его продажи. Ребят, мы не, не, вас не научим этому, мы предполагаем, как это делается, но не будем вам рассказывать особо, как бы, есть каналы другие, которые в этом больше преуспели. Это и начиная от кормёжки ПК-5 до убоя и заканчивая с украинских просторов Ютуба. Вы можете найти ролики, если поищите, там, на Украине люди частенько показывают мешки с белыми и жёлтыми порошками, которые они по блату достают с птицефабрика, как говорят, помнишь, да? Угу. И это. Фасуют в маленькие мешочки, продают. Да, и вам по почте могут прислать, говорит, да. Да, и там эффект чумовой, можно не кормить, просто порошочка добавить, и у вас вырастет монстр, там, буквально за пять дней. Но он очень натуральный, имейте в виду. Да, и будете продавать натуральное фермерское мясо, как бы. Мы такими вещами, о таких вещах даже и разговаривать не хотим, как бы. Я говорю, всё это в Ютубе есть, можете посмотреть, на Украине куча таких блогеров. Я не имею в виду Игоря Степанова, тут, как бы, это. У него более традиционные методы, хоть и там с аптечками и так далее. Как и где можно посмотреть, какие объекты для птицеводства вы строили, и вы же всё строили сами? Да. Это можно где-то увидеть в подробностях? Да, опять-таки, возвращаемся к вопросу. Вы смотрите на канале, есть плейлисты, есть плейлист отдельное строение, да, как он там называется. Курятник своими руками. Ну, или курятник своими руками, там есть информация по нашим постройкам. По информации по постройке большого курятника будет, я так думаю, что зимой. Сейчас мы снимаем то, что сейчас, да, у нас происходят какие-то постройки, работы. А будет время, и подробно уже зимой мы запишем серию роликов, которые обещали по постройке большого курятника. Там много чего рассказывать есть, поэтому так вот с наскока не получится. Про отопление тоже мы, как обещал, я помню, всё сделаем, но чуть позже. По оборудованию также есть плейлист, вы можете посмотреть вопросы, вот, кстати, часто задаваем вопрос, а какая перосъёмка у вас, а что это за штука, которая вот такое с индейкой совершила. Всё есть на канале, смотрите, пожалуйста. Если вы кормите комбикормом большую часть времени, а комбикорма особенно пока опять содержит препараты лекарственные, чем ваша курица отличается от фабричной, магазинной, птицефабрики? Слушайте, ну про это видео было уже, где купить это самое, правильное мясо, оно называется, этот видеоролик. По-моему, переименовали. Нет, по-моему, так было. Фермерское. А, или фермерское, да, мясо. И там мы во второй части об этом рассуждаем более подробно. Но если вкратце, то, значит, мы не применяем даже по сравнению с другими хозяйствами аптечек, по крайней мере, пока. У нас инфекционный фон в наших курятниках позволяет это делать, и мы без проблем пока справляемся. Надеемся, что и не понадобится нам никогда, будем надеяться. Вот, это касаемо, если сравнить с ЛПХ, да, какими-то предприятиями. А если с магазинной, то, ну, это лучше тебе ответить, ты у нас директор магазина бывший. В этой сфере более осведомлена. Так что давай ко мне камеру. Нет. И рассказывай. Вообще я чай пью. Пей, кто тебе мешает. Ты будешь мне мешать. Ну, ладно. Подожди, надо выключить свет сзади тебя. А то тебя не видать. Зато заготовки мои видать хорошо, да? Видать такого слова нет, не видно. Я не знаю. Мы специально провоцируем иногда. А то все такие заумные. Это как посмотришь канал, как там что-нибудь вывезут, аж уши заворачиваются. А нам замечание делает. Да, мы не всегда грамотно говорим, но стараемся это делать. И уж поверьте, мне кажется, у нас это больше получается, чем у многих других. Ну, знаешь, что есть слова-паразиты конкретно по территориальному признаку. Вот в Александре все говорят «залазь». Для меня детская площадка – это ад. Там каждая мамочка кричит «залазь!» И меня прям вот так подтряхивает. Я не могу. Так, стоп. Так, про курицу. Так, вот мы свет включили, где нужно, выключили, где не нужно. Тебя стало видно. Давай попытайся вкратце только рассказать нам частый вопрос, чем домашняя птица отличается от магазинной. Домашняя в корне отличается. Чем домашняя птица, которая ест комбикорм, отличается от магазинной. Вот так хорошо. Да, вот так правильно. Но про комбикорм вы все сами знаете. Если не знаете, посмотрите наше видео. Вот, ссылочку я дам тут. Значит, первый момент. Значит, цыпленок вылупляется, его вакцинируют. Вакцинация – это тоже воздействие определенных лекарственных препаратов на птицу. Дальнейшая птица попадает в коллектив, так скажем, где очень много голов этой птицы. И там эту птицу и пропаивают пропойками различными, и опрыскивают мелкодисперсным вот этим вот распылением для того, чтобы она дышала в то же время лекарственными препаратами. Это и профилактика всех на свете заболеваний, и всех на свете возможных начала, возможной инфекции любых. Птица при этом значительно прибавляет в весе. Это уже известный фактор, потому что антибиотик увеличивает прирост массы птицы. Ну, то есть, со всех сторон он, в общем-то, выгоден для производителя мяса. Поэтому даже не суть дела, сколько и чем кормит производитель, как важно то, чем птица дышит, и то, что она пьет. В основном через пропойки и через вот эти вот вещи в птицу поставляется очень много антибиотиков. У них есть, конечно, срок ожидания, который они могут выжидать там предзабоя, там три дня условно выдержат вам без этого лекарственного препарата. Но что-то мне подсказывает, что это будет разительно отличаться от домашней фермерской птицы, которая выращена пусть даже с применением ПК-5, но без лекарственных препаратов ПК-6 и без, безусловно, предзабойного вот этого использования кормов в течение недели. Мы считаем свою схему очень продуктивной и результативной в смысле того, что мы избавляем свою птицу даже от вероятных обманов со стороны производителей бомбикорма тем самым. Но Саша уже говорил об этом. Дальше мы возвращаемся к фабричной птице. Даже мы слышали такую историю о том, что птицы перед забоем специальные препараты дают для того, чтобы у них отказали почки. Птицу можно при этом ни напичкивать, ни водой, ничем не спринцевать. У нее просто отказали почки. Она будет собирать в себе влагу, так скажем, достаточное количество времени, ну, сутки, предположим, после чего происходит забой. Почему магазинная не портится так долго? Дело в том, что магазин... Свою курицу, если помните, у меня было видео про разделку. Значит, я не мою внутри для того, чтобы она дольше сохраняла свою микрофлору внутри и лежала долго. Но это долго, это все равно 2-3 дня. Если вы заметили, что курица в магазине, у нее срок годности 5 дней. А на некоторые запчасти, так скажем, если вы посмотрите, там даже неделя есть срок годности. По траха хранятся меньше всего при этом. Но обратите внимание, если 7 дней ни одна курица, даже 300 раз вымытая в воде, не пролежит. Вы можете это попробовать у себя вот сделать. Поэтому эту курицу, ее в определенном маринаде замачивают после разделки. Она пропитывается именно консервантом. Понимаете? То есть, ее консервируют таким образом, но ненадолго, потому что это нет никакой термической обработки, соответственно, ничего. Но при этом она не портится гораздо дольше, чем фермерская курица. У нас могут с этим проблемы быть, а у них под реализацию хорошо все идет. И я вам больше скажу, как директор магазина, что просрочка тоже не пахнет. Еще тухлятины не пахнет. То есть, курица пролежит 7 дней, ее перед утилизацией, ее следует вскрыть. Дабы данную курицу не притащили с помойки обратно к тебе в магазин и не предъявили, и не получили бы за это гигантский штраф, эту курицу упаковку, вот, скрывают все, делают такое. Вот. И по этой причине, поверьте, эта курица отличного качества. То есть, ее прям можете на сковородку дальше. И вы даже не почувствуете. Это при условии, что курица, приходящая сегодня, имеет срок годности, начиная с завтра. Понимаете? То есть, они сегодня вечером ее привезли, у нее срок годности с завтрашнего дня пойдет. Я завтра вставляю в продажу, она пошла первым днем. Вот такая милая моя схема. Поэтому к этому дню еще один можете прибавить смело, и курица все равно не портится. Задумайтесь, что в ней такое, что она не портится. Это неестественный процесс. Вот так вот. Я думаю, что я доступна, сказала? Вот такой вопрос еще. Покупная курица якобы сильно ужаривается, уменьшается в размерах. У нее серой пленкой всплывает какое-то вещество при варке в бульоне. Домашняя золотистая, с ароматом. Это правда или не совсем? Золотистая курица, вот домашний бульон, самый красивый золотистый из несушек. Мы берем сейчас бройлер. Бройлер, бульон не будет слишком сильно золотистый, но он будет очень вкусный, хороший, и пены будет значительно, разительное количество меньше. Но она все равно будет? Немного пены все равно должно быть. Пена – это не только плохое что-то. Это белок еще выделяемый? Это белок выделяемый. Это и элемент крови. Вот когда остается, вот ты мясо режешь, допустим, в суп, в тот же самый, у тебя все равно выделяется какое-то количество небольшой крови. Оно в воде сворачивается вот в пену. Пену снимают хозяйки, естественно. Конечно, если вы купите магазинного бройлера и своего, если вы сварите их, вы увидите, что количество и качество этой пены маслянистой в магазинного бройлера, и у своего там совсем-совсем чуть-чуть, я даже зачастую и не парюсь, не снимаю даже. Ну, то есть, не знаю. Ну, совсем мало. Праздительно отличаются. Но я не фармацевт, я точно не могу сказать, почему именно такой неприятный вот и цвет, и консистенция маслянистой вот этой вот пены, какой конкретно, ну, я думаю, что препарат вот так из нее выходит. Может быть, это как раз та самая вот закваска, в которой их держат. Поэтому курочку я вам советую, если вы покупаете все-таки магазинную, вы ее часа на три хотя бы замачиваете, чтобы основное вот это вот снять ненужное. Хорошо, еще последнее уточнение. Курица, ты мне вот что сказал. Да, наш, курица наша ужаривается значительно меньше. Мясо все ужаривается. Это естественный процесс. Но значительно меньше вы потеряете при ужарке своего бройлера или фермерского, я бы так сказала. Магазины ужариваются значительно сильнее. Это видно сразу, невооруженным глазом. Я предполагаю, что если все-таки почки портят, то вода вот эта вот выходит тоже из нее, из этой курицы. Она естественным образом удаляется, испаряется. Я думаю, что это может быть и действительно какие-то лекарственные препараты вот так вот раздувают внешнее мясо, как говорится, воспаленные мышцы, что на сковородке она как-то вот ужимается. Но это только догадки. Я в этом смысле не подскажу вам точно абсолютно. Это так, но почему, не знаю. Так, более подробный анализ по стоимости выращивания промышленной курицы и домашней мы делали, да, вот в ролике, о котором мы говорили ранее, там, про где купить фермерское мясо. Во второй части ролика мы перечисляем те, скажем так, необходимые траты производителя, которые он должен произвести на выращивание партии бройлеров. И у нас в голове не укладывается, как килограмм мяса магазинного бройлера может стоить там даже 150 рублей, 130. Но мы не будем это повторять сейчас. Да, не будем, мы это можете посмотреть. Если вам интересно, пожалуйста. Вот. А, что-то еще я забыл. Вот хотел спросить, ты меня... Да, не дала мне спросить, я забыл. Ну, ладно. Так, и еще вопрос, какой у нас там был часто задаваемый в последнее время. А, этот, а, сейчас скажу, сформулирую. Значит, почему мы не производим свое инкубационное яйцо, не оставляем на материнское стадо, на родительское племя, да, так скажем, часть своих бройлеров. Расскажите, пожалуйста. А, хотя давайте я прокомментирую, почему не оставляем. Потому что, ребята, это простая математика. Да, пятый класс, наверное. Сядьте с листочком, с бумажкой, посчитайте выгодность всего мероприятия. Только посчитайте не как считают вам, а как надо считать. А как надо считать, у меня есть специальный человек, вот он напротив вас сидит. Хотя и до него уже расчет был сделан на канале Дмитрия Бочарова, в общем, можете посмотреть. Там не все, правда, он посчитал, да, по-моему, там... Да, один момент не учел точно. Ну, давай, коснись, только тоже так это... Бегло. Бегло и тезисно, и основные моменты укажи просто. Наш татарский друг на нас не обидится за это. Или нам нечего терять? Ну, во-первых, я нехорошо там считаю. Я просто знаю, как рассчитывается бизнес-план любого проекта. Поэтому, так скажем, что вы должны все рассчитать таким образом, как если бы вы составляли бизнес-план для какого-то проекта, который вы хотите... На который, на этот бизнес-план вы хотите получить, например, ссуду в банке. То есть вы должны учитывать все минусы, все риски, все недополученные выгоды и так далее. И тогда вы поймете, стоит ли этим заниматься или нет. Но тут сразу взвесим только один момент очень важный. Пока можно достать качественное яйцо европейское, не напрягаясь, содержа родительское стадо, это стоит делать, я считаю. Нужно приложить все усилия. Вы же где-то взяли первое яйцо, из которого вы хотите вывести бройлера. Значит, соответственно, вы можете как-то его достать. То есть шансы есть. Стоит больше в эту сторону свои усилия направить, чем в сторону выращивания родительского стада. В общем, тут, знаете как, когда некоторые люди приводят вам расчет содержания родительского стада, ну, это, конечно, даже смешно слушать, если честно. Вот, потому, ну, хорошо, метафоричный пример, да. Если у вас в сарае живет 10 бройлеров, и они вам приносят какое-то яйцо, нельзя считать, что продав коноплю, которая растет за сараем, вы окупите содержание этих 10 бройлеров. Я надеюсь, я доступна, да, выражаясь. Считаем с самого начала, с покупки яйца, с того, что как ты их вырастешь, с потерь, потери при этом. Ты будешь, ты хочешь получить стадо родительское в 10 голов, ты сразу 20 отсаживай. 20 сразу должны у тебя идти по расписанию, кормежки и так далее, всего содержания. При условии, что у тебя два петуха в итоге к яйценосскому периоду подойдут геями, один наберет 9 килограмм веса, и не будет способен технически размножаться, один сядет на ноги и сдохнет, и останется у вас, допустим, 6 кур. И все. Вот можете сами их облаготворять. Или заново пошло опять. Вы ищете яйцо, дальше все это дальше по схеме, и дальше тратите на это время и силы свои, и место свое, теплое место. Заметьте, бройлер у вас не будет нестись в холодном курятнике. В снегу они обычно, по-моему, не несутся, в общем, как и большинство кур. Потом смотрите еще какой момент. Мне не надо соврать любые кладовщики, складские работники, да и просто разумные люди. Любая складская площадь стоит денег. То есть то, что у вас занимают 10 бройлеров по 5 килограмм, вы на этой площади можете множество раз крутануть 20 штук по 2,5 килограмма. Понимаете моя мысль? Это называется недополучная выгода. Как бы вы логично могли использовать это помещение, не будь у вас этого родительского стада. Вы могли бы просто на 20 кур в потоке больше выращивать. И эти деньги себе бы возвращать, понимаете? Ну, проворачивать, прибыль получать. Но вы не получаете. У вас там сидят эти большие кони, которые приносят вам одно яйцо в 2 или в 3 дня, как получится. А похолодало и не приносит. А иммунитет слабый, сдохло и не приносит. За ногу об забор, вот пожалуйста. Потому что эту деревянную курицу 10-месячную вы никому уже не впарите. Это только себе жевать, не переживать. Потом, что еще могу сказать? Из 6 оставшихся, ну ладно, пусть у вас петухи будут не геи. Курица будет одна нести яйцо квадратное, одна двухжелтковая, а одна решит, что она вообще нестись не будет. Такое тоже бывает у кур. А еще одна сдохнет, ну просто по неизвестной причине. Потому что иммунитет-то у них слабенький. Иммунитет ему никто не наворачивает. Плюс ко всему, не забудьте, что вся эта гвардия в 10 штук, даже если вы ее вырастили более-менее, слава богу. Ну то есть вырастили 20, 10 вот это все с неприятностями, а 10 у вас осталось. А не гадить будут столько, что вы самосвал опилок сразу заказываете к ним. Прям с доставкой в курятник. Потому что не считая того, что вы корячиться с тачечкой будете не один раз за год вывозить это дело все, потому что слой будет слишком высокий, под окна прям, вот, у кого они есть. А так вообще подстилка, ну сейчас по нашим вот параметрам, вообще ни разу не дешевая. Не считая того, что ее можно и не найти. То есть те же самые опил. Будешь еще... Поморочишься, короче. Вывозить его тоже надо куда-то. Это тоже еще один геморрой. Это не то, что ты 10 минут с утра и 10 минут вечером пришел и покормил, как и всех кур, и этих в том числе. Это, во-первых, полчаса. Отопление зимой. Ну ты, как бы, тут подается как? Ты топишь весь курятник и их ты топишь одновременно. Ну так, миленький, раскидывай на всех кур. И их в том числе. Безусловно. Как обычные несушки. Я понимаю, у меня курятники 40 кур. Я понимаю, что каждый из них за это яичко зимнее добавляет к себе копеечку за отопление. Они просто так, они там сидят пердячим паром себя отапливают, и еще и остальных. И еще давайте в дом трубы проведем. Ох, как выгодно. Нет. Ситуация рассчитывается совершенно по-другому. Себестоимость. Когда-нибудь у меня будет время, и я все-таки сделаю для вас видео, как рассчитывается правильно себестоимость. Чтобы вы на каждую единицу времени понимали, сколько стоит ваша курица. И поверьте, те цифры, которые озвучены вам, но мало того, что они чисто по математической линии, сосчитаны неверно даже с исходниками автора, потому что дважды два – это четыре. Это не три с половиной, не пять, и не почти где-то возле четырех. Это ровно четыре. И никак иначе. Это математика. Это точная наука. Но если в мире можно предположить, что есть что-то точное. Но там практики, там теория нет. Они никакой... Не задействованы? Ну, ее не особо признают. Там практиканты. А вот ты знаешь, математика – это та наука, которая основана, в принципе, на теории. Потому что каждый раз теорию Пифагора не доказывают. Я тебе скажу, что любая наука основана на теории. Это я тебе как инженер говорю. Если тебе без сопромата начнут строить мост, не зная теории элементарной, теоретической механики, сопромата, он упадет. Практики основываются, допустим, те, кто выводит новые сорта. Они берут одно, другое, смотрят, что получится. Ну, хотя, может быть, сначала рассчитывают. Но это дело такое. Кстати, по практике нам тоже задают часто вопрос. Но по поводу... Сейчас все-таки вернемся к нашим баранам. К нашим броверам. Вот. При всех прочих равных яйцо продавать свое вы, скорее всего, не сможете. Потому что я не куплю, допустим, яйцо Коба из какого-то хозяйства, ни чешского, ни словацкого. Или хотя бы не с фабрики. Фабричное яйцо. Есть же и Росы, и Кобы. Ну, Кобы, вот я вообще сомневаюсь, что есть российские. Если честно, чистые. Вот. Но Росы продают. Вспомни-ка сам. Да? Да. Так вот, фабрика дает гарантию того, что ваше яйцо, привозимое в ваше хозяйство, стерильное. Ну, по идее. Эту гарантию я только у европейских стран вижу как действительно стоящее доверие. А остальные все... Ну, слышали мы такие истории страшные, как люди приезжают брать у нас цыплят, потому что у них все до этого сдохло, потому что они взяли откуда-то из другого места яйцо или из другого места цыплят, привезли яйцо. Не обязательно у нас. Не говори так. Вообще. Ну, мы-то откуда это знаем? В любом проверенном месте, где качественное яйцо, это больше шансов, что у тебя не будет там заразы никакой. Да, и чем... Вот вы видели сами видео именно от фирм-производителей яйца? Это же шикарная индустрия. Потрясающе смотрится. Знаете, вот приятно смотреть, как люди работают, что называется. Это именно оттуда. Если есть возможность достать яйцо европейское, безусловно, это и выгодно, и безопасно, и с большей гарантией результата, потому что потом вы не пойдете предъявлять ничего никуда. Хотя и там, конечно, может быть, не пойдете. Но я верю в то, что фирма, которая поставляет яйцо во многие страны, не только в России, а в России, я думаю, уже не самый большой объем идет, то такая фирма заботится, поверьте, о качестве своего яйца. И да вы все знаете качество яйца этого. А вот качество яйца у соседа, который вырастил бройлеров именно, знаете как, без естественного отбора на породу, без естественного отбора по яйцу, по качеству яйца, то есть он те квадратные, треугольные и зеленые яйца тоже туда жужит. У меня сомнение большое. То есть для своего хозяйства я живу в лесу, 500 километров до ближайшего аула. И вот мне нужен бройлер, и я чудом где-то украла три яйца бройлера, вырастила на упитого двух куриц и размножая их самих в себе. Да, такой вариант возможен. Ни в каком другом случае он невозможен. Вот это мое личное мнение. Вот. Еще момент такой, не забывайте, что, ну не дураки придумали селекционный отбор. А, я вспомнила, вот еще как в момент был рассказан. Фирмы врут, и они разорятся. Слушайте, вот генофонд продает яйца породных птиц. По идее, каждый, кто хочет эту птицу, уже бы купил себе семью. И сидели бы они на своих же яйцах, сами в себе размножались. И генофонд бы закрылся. Что-то, блин, не закрывается, знаете. Что-то у них породная птица, и с другой стороны они торгуют и торгуют. Сколько уже лет-то? До Советского Союза. Ну, я предполагаю, что чуть меньше, чем опыт того птица вода, который утверждает обратное. Конечно, конечно. Сарказм сейчас был? Что вы? Я никогда. Да, конечно. Мы всех только любим и уважаем. Ладно, хорошо. Это касаемо чего там у нас родительского стада, да, своего яйца от бролера. Ну, что, всё, наверное. С наилучшими пожеланиями. Здоровья, ваши птицы. Здоровья вам и вашей семье. И, пожалуйста, прежде чем верить тому, что вам говорят другие люди, в том числе и мы, включайте мозги. Подключайте голову, логику. И даже если вы какие-то тут развлекательные каналы ещё дополнительно смотрите, подвергайте сомнениям то, что вам несут какую информацию в массы. Задавайте вопросы сами себе. Вы сами наполовину вопросов способны ответить. Одно слово есть. Анализируйте. Конечно, конечно. И мы, конечно, не... Может быть, в чём-то можем и заблуждаться, и ошибаться. И, может быть, мы такие коварные люди, и мы умышленно как-то вас дезинформируем. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Не забывайте смотреть рекламу. Вы нас этим поддерживаете. И это лучшее. Спасибо от вас. Всего доброго. Пока. Ну вот одно из подобных видео про волшебные порошки. Ты сильно не показывай, а то страйк ещё какой-нибудь кинут нам. А там не будет ничего видно. Я даже запереживал за человека. Он на языках пробовал порошки эти. Думал, что долизался. Что-то видео не было давно. Давненько у него. А нет, всё-таки это две недели выпустил какие-то видео. Там у него появились новые. Так что, видите, кто-то порошки нюхает, а кто-то лижет. Но видишь, всё натуральное, никто не сдохнет. Всё натуральное, бройлеры не дохнут, вообще перестают дохнуть. И массу набирают там намного больше. Ты, кстати, не видел тему последнего видео. И вот мне интересно, до того, как он начал лизать порошки, он тоже был лизать? А мы сейчас посмотрим, нет проблем. У нас же пока интернет-то не запретили, можно пользоваться, как бы, да? Сейчас посмотрим. Не посмотрим, походу. Договорился, тебя блокернули. Плохо растут, дохнут брулеры, падёшь. Порошок закончился. Порошок всегда заканчивается не вовремя. Какой ужас. Ой, слушай, помнишь анекдот у тебя был коронный? Произнуть. Произнуть? Да. Про Галкина и Пугачёва. Это не меня, потому что чё. Это Сатур на Ютубе, помнишь, да? Расскажи, да, анекдот. Почему Галкин попал в... В больницу. В инфекционное отделение. Или куда там? С отравлением в больницу. Почему Галкин попал с отравлением в больницу? Лизнул старую курагу. Это ужасно. Это самый смешной и самый ужасный анекдот за последнее время. Да, но мы это не будем вставлять. Чё, это ужасно. Спасибо.